Торжественные приемы, награждения юниорок, участниц краевых и российских соревнований по боксу и их тренеров не случайны. Тресочники благодаря упорным тренировкам вышли в финал первенства России и стали призерами. В итоге их пригласили в команду Краснодарского края и сборную страны. Мы же занимаемся спортом массовым, прививаем здоровый образ жизни. Спорт высших достижений это больше, конечно, прерогатива Департамента физкультуры и спорта. Поэтому это особенно ценно для наших тренеров и для наших спортсменок. Бокс не совсем женский вид спорта, однако и здесь наши девчонки молодцы в первых рядах. Занимаются боксом они около трех лет. Каждый день по два часа. И результат не заставил себя ждать. Буквально после этой встречи Карина улетела в Москву на допинг-тестирование, а потом в Кисловодск на двухнедельные сборы. Там и определиться, сможет ли Соченко представлять страну на чемпионате Европы в начале июня. После контрольных спаррингов. Перед боем я всегда слушаю музыку и представляю, как я буду боксировать. Не смотрю на ринг. Самое главное – хорошо показать себя. Главное, чтобы бой был красивый. А там уже судьи сами решат, отдать победу или нет. Мне просто понравилось. Все стало очень интересно. Смотрела, как парни боксируют в ринге. И желание проявлялось тоже боксировать. Девчонок, желающих заниматься силовыми видами спорта, с каждым годом становится больше. То ли влияние фильма «Малышка на миллион» про девушку-боксера, то ли школьницы хотят быть более сильными, уверенными и независимыми. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.